всем большой привет я очень рада то что вы решили зайти ко мне в гости и сегодня у нас с вами будет очень классная подборка ароматов я постаралась собрать здесь все такое вот прикольненькая вкусненькая интересненькая и что немаловажные бюджетные я люблю бюджетные ароматы особенно в люксовой парфюмерии потому что они ничуть не хуже каких-то супер дорогих красавчиков а если вам эта тема интересна то оставайтесь со мной потому что следующие несколько минут мы с вами надеюсь проведем очень интересно и продуктивно так ну и давайте мы начнем с первого аромата это у нас будет вот такой вот классный аромат кстати это восьмерка от рандеву если вы не знали то у меня есть классный промокод вот прям вот здесь пользуйтесь им на здоровье он дает целых 10 процентов скидку на все что продается в магазине рандеву от двух с половиной тысяч рублей и там же вы кстати можете купить вот эти вот классные восьмерки от рандеву что такое восьмерка тренд это очень удобный формат от ливанта который у нас завальцован то есть ничто с этим от ливанта у нас не случится он не выпарится но если только разве разбить можно но это нужно еще и постараться в общем я не так часто подхожу к стенду где стоит бренд раша не потому что он какой-то не такой там плохой мне не угодил но вот как-то не цепляется у меня глаз за эту парфюмерию что касаемо именно аромата гелл раша я очень часто его вижу в парфюмерных барахолках и у меня как будто бы сложилось какое-то предубеждение как будто бы все хотят от него избавиться и кажется если все хотят его продать значит что-то с ним не так ну и поэтому я думала ну вот наверное это что-то очень скучное неинтересное и слишком простое но по факту ожидание реальность не совпали по мне ой по мне так это очень красивый приятный такой вот базовый люксовый аромат про что же он это офисный вариант но при этом при всем он настолько жизнерадостный фруктовый сочный игривый легкий нежный и ненавязчивый что вполне себе его можно надеть вообще куда угодно на вечеринку на природу на прогулку в театр на какое-то торжество от абсолютно везде он будет кстати я люблю такие базовые парфюмы у меня кстати вот так и получается что вся моя коллекция она как будто бы состоит из таких ароматов когда я только начала тестировать этот аромат он мне так сильно понравился я уже думала может быть не его все-таки купить но потом я передумала не потому что он чем-то плохо потому что он очень похож уже на то что у меня есть парфюмерном шкафу однако если вам хочется чего-то такого нейтрального но при этом это будет очень мило и красиво сидеть на коже то пожалуй раша будет в самый раз про что же этот аромат я здесь слышу очень яркие такие вот но достаточно такие вот не плоские а немножко вот так приглушенные ягодные оттенки здесь по моему есть черная смородина и вообще все что здесь есть пирамиде звучит очень парфюмерно мне здесь нравится что вот этого черная смородина очень умело и красиво сочетается с розовым перцем вы знаете я люблю ароматы с розовым перцем и я когда нибудь я когда-нибудь сделаю подборку с розовым перцем потому что это один из моих самых любимых ингредиентов парфюмерии вообще в ароматах и вот здесь розовый перец но он такой придает знаете такой вот не перчинки он придает какой-то такой очень нужной пикантности пожалуй без этого розового перца наверное аромат был бы ну через чур таким вы знаете плоским а вот как раз таки вот эта нота розового перца в сочетании с черной смородиной с этой нежной белой цветочность сюда здесь есть белые цветы которые меня не бесит вы знаете что я белые цветы терпеть не могу когда они такие вот дикие напористые а вот здесь белые цветочки вот прям самый раз не задушат не придушат очаровательный аромат очень милый на каждый день то касаемо второго аромата у нас тоже будет бренд раша и это мадемуазель раша он мне понравился еще сильнее чем первый аромат хотя идем мне тоже зашел достаточно хорошо и я думаю над его офлаконивание потому что я подумала что возможно ну такой очаровательный я все ароматы которые будут сегодня в этой подборке носила на себе поэтому я примерно понимаю что от них ждать кстати гелла раша тоже достаточно стойкий кто бы что не говорил но на моей коже с которой слетают все быстро раша оба держались очень даже приличное время что касаемо мадемуазель раша он конечно же такой вы знаете он уже более такой вот кокетливый у него и флакончик такой вот более милый такой вот игривый белла раша если вы посмотрите флакон он такой вот базовый какой-то а мадемуазель раша он уже такой вот претендующее на что-то роскошное он не будет притворяться какой-то махровой ниши нет он туда и не лезет это тот самый аромат который вы будете носить когда у вас будет такое вот легкое романтичное настроение это будет идеальный аромат на свидание вот он такой вот сладкий но при этом не переслащены я люблю такие ароматы сладковатые гурманские ароматы носить на постоянку очень тяжело они быстро начинают вам надоедать а вот такие вот легкие полусвежие полусладкие но игривые ароматы как мадемуазель раша они вот знаете они идеально дополняют тот самый образ игривые красивые девчонки но при этом при всем я не могу сказать что он подойдет только молодым девчонка мне кажется он подойдет вообще всем но в отличие от первого аромата который больше такой вот базовый вариант мадемуазель раша это аромат праздник веселья какого-то счастья ну и конечно как вы думаете почему мне этот аромат понравился больше конечно здесь есть яблоко причем яблоко такое вот спелая красная очень сладкая вот есть такие сорта яблок когда вы даже не чувствуете там абсолютно никакой кислинки но при этом она все равно остается достаточно свежим сладким и манящим и яблоки вот эти вот красные спелые сладкие они даже пахнут как-то по-особенному и вот это вот сочетание опять-таки черной смородины ну видимо любят они черную смородину я кстати черную смородину в ароматах избегаю но как ни странно в этих двух ароматах черная смородина очень даже прикольная и вот именно вот это вот сочетание черной смородины с красным спелым сахарным яблоком это просто какой-то беспроигрышный вариант который понравится большинству я бы такой аромат надела на какой-нибудь праздник на свадьбу на какое-то счастливое мгновение свидания почему бы нет и молодой человек ни за что не забудет что вы были с ним потому что шлейф этого аромата просто невероятно очаровательна есть немножко вайп какой-то такой вот воздушной сахарной ваты но это ни в коем случае не уходит в какую-то инфантильность да он не супер серьезный но и сказать что это какой-то детский аромат у меня не поворачивается язык потому что он очень женственный но при этом очень такой вот воздушный и легкий классный аромат присмотритесь итак а следующий аромат у нас будет от бренда трусарди узнаете вот к бренду трусарди можно относиться по-разному у них действительно есть интересные линейки вот этого и будькова линейка с их собаками от которой визжат все парфманьяки мы сегодня будем говорить о более приземленном варианте это трусарди руби ред я долго думала нужен ли мне этот аромат в коллекцию я до сих пор если честно нахожусь в раздумьях потому что по факту мне этот аромат ой какой красивый вот сейчас я его нанесла даже вот после этих роша он звучит очень прикольно это тоже достаточно такой вот базовый люксовый аромат который понравится всем я не знаю человека который бы на этот аромат зафукал и сказал что это пахнет плохо потому что пахнет действительно обалденно это тот самый шлейф духов которые приятно после себя оставить и люди ни в коем случае не скажут что это такое этом аромате есть кстати пачули который я абсолютно никак не слышу и здесь не указаны какие-то конкретные фрукты однако я здесь слышу и красные ягоды и какие-то очень приятные засахаренные но практически компотные фрукты можно назвать этот аромат компотиком однако компотик очень приятный который ни в коем случае вас не задушит для меня это больше фруктовый аромат нежели цветочный хотя цветы здесь служит достаточно такой вот а полновесной хорошей опорой для того чтобы аромат не ушел в какой-то спрей для тела красивый аромат интересный но при этом при всем он какой-то не запоминающийся для меня то есть нет такого а это же трусарди руби ред все равно он вот чем-то цепляет что-то в нем есть такое вот приятное парфюмерное красивое которое хочется вдыхать и вдыхать мне кажется на волосах это будет звучать лучше всего это не то чтобы шампунистый аромат он и на коже красиво раскрывается однако на волосах появляется какая-то вот такая вот особая интересная игривая нотка которая раскрывает аромат намного лучше присмотритесь к нему я тоже буду к нему присматриваться потому что я очень долго думала нужен мне этот аромат или нет я до сих пор нахожусь в раздумьях а что думаете вы насчет этого аромата пишите в комментариях мне будет очень интересно узнать ваше мнение следующий аромат это blue marine let you love me про blue marine я слышала что он ушел из россии к сожалению я не успела затестить ни единый аромат от этого бренда а у них такие вот достаточно очаровательно интересные были флакончики невысокая цена и что касаемо let you love me то чтобы не понравился мне вот такое вот звучание сейчас на данный момент не очень нравится в том плане то что я уже наигралась такие вот легкие свежие композиции бюджетные да если вы понимаете о чем я говорю и let you love me даже чересчур какой-то вот базовый я люблю свежаки но когда эти свежаки с какой-то вот перчинкой с какой-то интересной вот такой вот ноткой который тебя будет цеплять этот же свежак достаточно базовый он простой он не стойкий к сожалению но при этом при всем я ругать то его тоже не смогу я не помню какие там ноты но мне здесь в основном пахнет цветами наверное скорее всего это больше такой вот весенний парфюм и когда снег начинает таять и в воздухе зависает вот то самое радостное ожидание весны когда все растает и земля еще такая влажная и хочется какой-то вот свободы и радости и счастья я бы наверное тогда бы носил этот парфюм на легком свежем ветерку а вот именно при таком легком весеннем ветре он будет раскрываться очень даже интересно потому что я даже слышу как будто распускающиеся почки интересная кстати ассоциация не могу я его поругать но и похвалить не особо не за что потому что он меня не особо ты впечатлил а вот следующий аромат я хочу а флаконить и рано или поздно я это сделаю я свои обещания насчет флаконов всегда сдерживаю это конечно же тот самый красивейший бензиновый мишка это новинка 2024 года маскина той 2 пирал который переводится с английского как жемчужина но в народе уже ушло как-то название что это бензиновый мишка и сразу все понимают о чем идет речь в чем вообще вся соль всех этих мишек потому что когда в начале ты их тестишь неважно любого мишку то мизина жвачного или свежего который похож на бланш или черного мишку или бензинового они привлекают внимание своим форм-фактором который просто невозможно не заметить однако если бы даже они были в простых флаконов я вас уверяю вы бы наверное заплатили бы и гораздо больше чем они стоят меня не с каждым мишкой складывалось и не каждому мишке я подходила с первого раза влюблял все мне это нужно потому что например к белому мишке который я просто сейчас боготворю я не сразу поняла в чем здесь смысл да вообще что это такое ну подумаешь какие-то порошковые цветочки а нет все не так просто как кажется с первого взгляда эти ароматы намного глубже интересней чем они есть на самом деле во первых они сделаны супер качественно это очень хорошие ароматы и я так полагаю что они будут достаточно популярными следующие несколько лет сначала мне тоже показалось что это что-то отдаленно похожее уже на то что было когда-то в маскино это опять в сторону каких-то цитрусовых свежаков все сравнивают его с light blue и начале когда я первый раз его весной протестировал вам показалось что это какая-то сборная солянка из всех люксовых свежаков которые просто собрали смешали и налили в этот флакон с медведем но по факту его нужно разнашивать и вот именно на коже появляются то самое интересное какое-то взаимодействие вот этих вот парфюмерных молекул и вашей кожи которая освежает невероятно своего хозяина в течение всего дня я его носила при разных климатах я его носила и в москве и здесь в якутске и что я могу сказать это невероятно стойкий и шлейфовый парфюм не знаю кто там говорит что он не стойкий стойкий девочки он очень стойкий для свежака стойкость здесь очень даже прилично но даже если бы у него стойкость была очень даже средняя я бы все равно его купил какая-то вот тайная борьба вот происходит внутри меня потому что казалось бы ну цитрусы но опять какой-то очередной свежак опять какие-то цветочки такие вот прохладные акватичные потому что аромат больше уходит в сторону акватики да нежели простого обычного цитрусового свежака но здесь есть очень интересная нота точнее две ноты это орегано и песок вот песок я не слышу здесь конкретно песка но песок делает этот аромат немножко шершавым он делает его немножко не мужским хотя мужчинам он тоже подойдет он его делает немножко немножко чуточку брутальным а вот нотка орегано вот это вот овощная зеленая нотка она аромату не дает быть слишком инфантильным то есть я могу даже предположить если бы его налили в какой-нибудь другой флакон и поставили бы ценник в 15000 возможно бы люди бы которые не знают его они бы скажу да это пахнет очень круто это реально очень круто пахнет и невероятно красиво сидит жару в общем я могу говорить о нем очень долго очень нудно но вывод один это классный прикольный морской вот для меня это больше морской цитрусовый аромат с ноткой зелени красивый аромат интересный он невероятно шлейфовый и стойкий в общем я могу говорить о нем только вот такие вот только хорошие слова я могу сказать про этот парфюм и как будет у меня возможность я обязательно его куплю и минимум в 50 миллилитров у нас осталось два аромата и следующий аромат у нас предпоследний будет кампин эвелинс от и фраше вообще знаете к ароматам и фраше я вам говорила что не то чтобы я к ним отношусь плохо но у меня их парфюмерия не особо цепляет да я помню в двухтысячных мы все покупали шли в и фраше покупали вот эти вот маленькие фруктовые малышки там и фруктовые были и ягодные ароматы они были действительно прикольные для своего времени это были моноароматы малины там банана не помню уже чего именно я любила те ароматы но сейчас время уже поменялось 2024 год на дворе и из всех парфюмов которые я когда-либо тестировала от и в раше мне понравился только один и это именно вот этот аромат не считая натурель который я когда-нибудь тоже буду кстати офлаконивать мне очень сильно понравился evidence я когда зашла на фрагрантику там была просто какая-то баталия из комментариев кто что слышит в этом аромате половина его ругает какая-то часть его ненавидит третий его просто обожают и считает своим парфюмерным я а четвертый считает что там вообще налито не то что было больше двадцати лет назад и действительно аромат 2003 года больше двадцати лет он уже на рынке я не знаю продается он сейчас или нет однако это хороший парфюм это хороший цветочный аромат очень достойный внимание интересный но при этом при всем я все-таки наверное скажу уже что а в нынешнее время это звучит немножко уже старомодно к сожалению вот такое вот цветочное направление она была популярна 90 2000 я не хочу его ругать я не хочу говорить что это плохо но я могу сказать что в 2024 году уже можно найти какие-то более интересные композицию на тему цветов однако если вам этот парфюм нравится я понимаю за что вы его любите для меня это нежный легкий цветочный весенний аромат на весну опять таки на тайне первого какой первого последнего снега на сырую землю на раскрытие почек вот тогда на весенний ветерок вот тогда это будет просто идеально она сейчас вот с блотера он очень быстро слетает меня немножко огорчила его стойкость как-то не очень он стойким оказался но я так полагаю наверное нужно отставить флакончик для меня это какой-то вот такой вот нежно цветочный аромат с ландышами с фиалками возможно с жасмином я не очень разбираюсь цветов но аромат приятный фруктов здесь не слышно абсолютно никаких но это ему не мешает не мешает быть красивым нежным и женственным а флаконивать я его точно не буду я поняла что мне такое направление не очень интересно по крайней мере сейчас двадцать четвертом году хочется какой-то более уже интересные истории нежели обычные какие-то весенние цветочки и завершаем этот выпуск арабским ароматом от мезон альхамбра а тот самый бренд с олененком все его знают всем пользовались у каждого наверное есть хотя бы один флакончик этого бренда но у меня его к сожалению или к счастью пока что нет pink shimmer если кто не знает то это у нас аналогия на аромат бомбша от victoria's secret я вот буквально вчера заходила на рандеву я была просто в шоке что происходит вообще с ценами вот главное некоторые цены меня поразили тем что они падают да кстати заглядывайте на роду и я вам рекомендую положить те ароматы которые вам нравятся в избранное потому что цена постоянно меняется некоторые ароматы вот я кстати смотрел от аква аллегория которые стоили по 10 11 тысяч сейчас стоит по 6 7 тысяч причем ты сто двадцать пять миллилитров так что бегите лето уже побольше половины прошла и это очень хороший вариант сейчас бюджетно запастись летними поливашками ну а мы возвращаемся к нашему бомбшу от альхамбре я вчера вот как раз таки зашла на рандву я просто поразилась сколько и сейчас стоит оригинал этого аромата бомбшу от виктория секрет 14000 вот вы готовы заплатить за викторию секрет 14000 это один из моих самых любимых ароматов которые я мечтаю все-таки купить в оригинале однако с такой неподъемной ценой я лучше эти деньги потрачу я куплю лучше тот же байреда или шанель какой-нибудь чем покупать то что не должно таких денег стоит но не должно таких денег стоит эти ароматы он красивый он действительно произвел свое время какой-то фурор в мире парфюмерии и он нравится большинство девушек но он не должен стоить таких денег я вот я вот просто возмущена до глубины души почему мы должны платить такие огромные деньги за такое звучание хотя но мне нравится и что касаемо вот этого аромата от альхамбре это действительно очень достойная красивая замена он похож кстати на тот шейк который у меня был раньше по моему 202 был номер там тоже очень красиво только там еще он более стойкий как мне показалось но тут стойкость тоже неплохая это нежные цитрусовый такой вот фруктовый очень позитивный летний аромат про грейпфрут летние свежие коктейли про отдых про пляж возможно про беззаботность это такой вот легкий девочковый аромат все с ним знакомы и у альхамбре получилось достаточно хорошо однако у меня не появилось желание покупать полноразмерный флакон ну во первых потому что там сотка мне столько не нужно именно араба не знаю них не хочу я пока что арабский парфюм покупать только из-за этого потому что мне сотки не нужны мне здесь не понравилась база вот я не знаю что со мной не так но в шейке я слышу вот это вот синтетическую дешевую масляную базу и тут же в альхамбре я ее слышу между прочим хорошо сделан сам аромат сам по себе это сделано все прекрасно но мне вот это вот масляная густая база она вот прям вот мне в нос раз забивает и вызывает какие-то аллергические припадки не хочу я постоянно каждый раз мучиться от этого поэтому и мне это не очень нужно однако для вас мне кажется это будет очень хорошая альтернатива потому что ну я конечно не вдыхала оригинал это очень хороший базовый девичий парфюм который будет звучать классно и летом и зимой я зимой пользовалась своим аналогом от зары на бомбшел он звучит очень классно в холод да и в жару он звучит очень интересно так что присмотритесь наверное вам понравится однако для меня это конечно же нет категорическое и на этом я буду заканчивать свою подборку бюджетных ароматов пишите пожалуйста какие из этих ароматов вам понравились у меня конечно же свои хотелки есть из этого списка ароматов которые я вам сейчас рассказала и надеюсь они когда-нибудь существуются пишите пожалуйста комментарии ставьте лайки подписывайтесь на телеграм-канал на youtube канал пользуйтесь моим промокодом и будет вам счастье а мы увидимся с вами в следующем ролике про что-нибудь интересненькое курсе в кадере